всем привет дорогие друзья у нас сегодня очередная мотивация на уборку начну я свою уборку с подоконника наведу порядок у кошек на подоконнике так как кошки нас кушают на подоконнике давно уже довольно и они у нас иногда любят разбрасывать еду особенно сим за счет своей плоской морды она когда кушает все разгребает и все разлетается по подоконнику я решила сразу весь подоконник протереть уберу микроволновку и пройдусь доместосом потому что все равно это остатки еды чтобы не было никакой грязи остатков еды и кошачьей едой не пахло на подоконнике я продезинфицирую именно доместосом пылесосом пройдусь пропылесошу всю кошачью еду крошки какие-то которые остаются и потом буду уже мыть доместосом на улице у нас погода очень такая прохладная всего лишь 7 градусов прошел дождичек периодически вот он не сильный но все равно пройдет дождик все высохнет и опять потом через время дождик погода конечно не радует я все-таки в надеждах на бабье лето потому что мне осталось еще помыть у ксюши окно у дашеньки я мыла на кухне вроде бы более менее чистое окно поэтому у меня все равно планы на окна есть надеюсь что когда-нибудь в нашей осени еще будет бабье лето и я с окнами разберусь на зиму чтобы они были помыты более-менее но конечно это не гарантирует что они выдержат зиму потому что мы живем у дороги и все выхлопы вся грязь у нас скапливается очень быстро если вот летом я относительно недавно мыла на кухне окно и кондиционер с той стороны блок вот этот мыло то он уже снова черный жить у дороги это очень сложно невыносимой без кондиционера конечно окна совершенно не откроешь надышишься вот этих выхлопов залетает очень много дороги тем более у нас напротив остановка и автобусы у нас ездят и большие и маленькие постоянный трафик дорожные очень тяжело это и шумно это и грязно и это вообще очень изматывает когда окно открыто и постоянный вот этот угол машин тормозов кого-то возможно там сбили ну очень тяжело жить у дороги когда мы жили в девятиэтажке мы жили вне дороги вот такой вот проездной да там просто была как бы дорога где машины могли проезжать было очень тихо мы жили на девятом этаже вот на девятом этаже что мне больше не нравилось жить но это полегче было чем дорожный шум и грязь там залетала вечером на свет очень много разных мошек зеленых черных разная живность залетала потом конечно уже мы со временем сделали сетки на окна и стало меньше но все равно залетали маленькие такие мушки они всегда на на всегда сидели на потолке это было вообще что-то я первый разы когда видела это мне было очень жутко что они сейчас меня покусают или еще что-нибудь но потом когда я стала меньше я уже не стал их так сильно бояться и было очень хорошо и всегда балкон чистый никакой пыли никакой грязи дышится очень хорошо а здесь конечно на балкон я вообще выходить не хочу потому что там кругом оседает дорожная пыль окна мыть вообще особо настроение нету иногда потому что понимаю что это в принципе бессмысленное дело но что делать пока живем так окна я мою два раза в год если есть настроение бывает раз в год поэтому я такая хозяйка про окна вообще но надеюсь что когда-нибудь полюблю это дело или мы переедем возможно когда-нибудь и выберем такую местность где нет такой такого трафика дорожного чтобы не было столько грязи но мы с вами перебрались на кухню нужно помыть посуду в принципе у меня на кухне чисто единственное что я два дня назад мыло крайний раз раковину нужно ее снова уже будет помыть я ее мою всегда с доместосом потому что у нас такая раковина что просто ее каким-то абразивным средством не помоешь но сильно никак не помогает и спасает только вот хлорка какая-то доместос но доместос я всегда беру по крайней мере брала последние разы всегда в светофоре по две пачки в одной упаковке продавалась но я давненько уже не была в светофоре на расслед с середины лета поэтому не знаю есть сейчас там доместос или нет но в планах вроде бы ближайшее время съездить в светофор закупиться посмотреть что там есть возможно что-то новенькое интересное поэтому если я поеду то обязательно еще куплю доместос потому что он хорошо спасает я ему мою ванну и раковину и все потому что он как бы запах такой химозный хлорированный и поэтому я стараюсь его использовать только вот прям точечно помыть и чтобы не дышать им хотя раньше очень нравилось мыть им но сейчас от него уже болит голова и сразу пройдусь моющим пылесосом по полу потому что у меня пылька еще не включался он включается у меня в 10 часов а здесь еще 10 часов нету поэтому я пройдусь моющим пылесосом там мешок с картошкой еще стояла от него земля насыпалась заодно пройдусь помою и пропылесошу ну и пыльки меньше дел будет меньше работы хотя он все равно будет здесь кататься первым делом когда пылька включается он всегда едет под кухню он очень любит там блудить прям ездит так все хорошо моет я говорю господи пылька ты такой помощник у меня я говорю у меня до этого так чисто там никогда не было потому что под соколь кухни я не особо любитель заглядывать периодически там что-то протираю пылесошу сколько достаю пылесосом ручным а так вот за что прям конкретно он про мне там всю грязь вычистил все пылинки каждый день вы заезжает туда вычищает поэтому он не большой помощник и составляем стульчики на местом и в принципе кухня у нас чистая посуду я помыла она у меня сушится плита у меня более менее чистая и мотя они любители вот когда хлоркой что-то помоешь сима постоянно лезет в ванну после того как хлоркой помоешь потому что запах есть в ванной комнате и они всегда вот любят ну конечно это ничего хорошего но мотя кайфует для совместного времяпрепровождения с дашенькой я заказала на вал берез 3d конструктор это картон и 3d пазл органайзер он выполнен из органических материалов то есть из картона он собирается очень легко все детали уже подготовлены и вам нужно будет его собрать только по схеме давайте мы с вами вместе соберем и посмотрим что из этого получилось мы выбрали пазл бульдог органайзер там также есть еще другие вариации органайзеров на вал берез можно будет перейти и выбрать свой который вам понравится но мы с вами начнем собирать его детали уже заранее все подготовлены их только нужно вынуть и составить в правильном порядке по инструкции там все подробно описано очень легко собирается я помогала дашеньке дашенька помогала мне то она доставала детали то я доставала детали дашенька собирала и у нас получился прекрасный органайзер который очень стильно вписывается в интерьер также его можно использовать вид декора на полочках либо где-то фотосессиях этот органайзер также можно покрасить аэрозольной краской для того чтобы придать ему какой-то яркости или интересный цвет выбрать чтобы он смотрелся еще более стильным данный конструктор прекрасно развивает мелкую моторику и совместное время препровождения с ребенком это прекрасное время чтобы уделить время ребенку и у ребенка останется впечатлений очень много и он возможно поделится фотографии с ребятами с друзьями у меня дашенька так сделано сразу подружки отправила и другу что у нее появился такой новый органайзер ссылочку для заказа данного органайзера или другой любой вариации я оставлю в описании под роликом и в комментариях также меня спрашивали собрала ли я фото мозаику от кубрикс да я собрала свою фотографию можете посмотреть продукцию бренда кубрикс вы можете всегда найти на вал berries по ссылочкам в описании под роликом переходите и заказывайте ну а мы с вами переберемся на следующий подоконник это подоконник в гостиной в зале я не знаю кто как называет зал гостиная у меня здесь стоят только цветы и принтер кошечки очень любят там лежать поэтому там скапливается довольно много разной шерсти и периодически я пылесошу протираю чем мы сейчас с вами тоже займемся и я еще решила думаю ладно раз я уже освободила подоконник нужно будет мне помыть здесь окном здесь окно проще всего мыть потому что она цельная большое есть куда разогнаться рукой и спокойно все помыть я мою окно просто водой давно уже потому что я приобрела варежку для автомобилей она очень хорошая прям знаете вот просто вода варежкой все и никаких разводов микрофибровой тряпочкой для машин я также протираю насухо никаких разводов не остается все прекрасно вымывается поэтому я вообще давно уже не использую никакие средства для того чтобы протирать зеркала протирать окна я просто водой мою и никаких разводов никаких запар ничего меня не беспокоит может быть конечно я так проще к этому всему отношусь кому-то надо чтобы все блестело скрипела но я не вижу никаких разводов на оконах поэтому мне меня устраивает и так поэтому мы с вами все протираем я сначала думал что только с внутренней стороны помою но когда я помыла с внутренней я увидела что и там грязь с той стороны со стороны улицы я надела куртку взяла стул и пошла мыть с той стороны тоже окно балконные окна очень сложно мыть мы их моем раз в год когда прибираемся на балконе но в этом году мы по моему даже не мыли я не помню честно врать не буду но вот они грязные и вот когда смотришь сейчас с этого большого окна на балконные стекла то прям видно какие они грязные но сейчас уже все мы мы конечно их не будем уже оставим их до весны да мы такие ленивые в плане окон на их очень сложно мыть они по моему даже снимаются мне кто-то писал что такие окна которые ездят туда-сюда их можно снять но это знаете такое опасное дело не дай бог ты снимешь она упадет на с балкона на кого-нибудь или еще что я такой человек который очень любит фантазировать разные ситуации сразу себе представлять поэтому мы пока обходимся по возможности вот где достали помыли в принципе нас устраивает на балконе мы часто не бываем только летом ходим если у нас там и что-то растет из овощей да вот перчики у меня еще стоят не знаю будут не будут холода уже настали я уже наверное выброшу и все и вот нас особо балкон не беспокоит поэтому мы как бы к нему попроще относимся моем его с периодичностью и все расставляем с вами все по местам окошко у нас чистое без развода все аккуратненько и здесь у меня будет стоять принтер и цветочки ну и сима будет на принтере периодически лежать сима уже пришла на проверку в прошлом ролике я говорила что мы стирали шторы с вами и в гостиной и у ксюши в комнате у ксюши мы уже вернули шторы на место и сейчас в гостиной вернем шторочки я не стала менять на другие решила эти же оставить по идее я более плотные шторы раньше использовала для того чтобы летом когда очень рано светло становится поздно темнеет то я их использовала для того чтобы защищать квартиру до солнечного света яркого еще что-то но эти шторки у меня провисели все лето в принципе нас все устроило возможно из-за того что меня пол лета дома и в принципе не было и меня это устроило но на зиму я оставляю эти шторочки они легонькие сейчас будет рано темнеть поэтому ничего страшного в принципе они постирные чистенькие мы с вами развесили и все в принципе здесь у нас красота порядок протрем пыль также на буфете здесь немножко у нас запылилось все и в принципе здесь все готово девчонки в комментариях спрашивают меня во что мы одеваемся когда уже сейчас наступили такие холода которых принципе в сентябре никто не ждал я здесь хочу вам показать именно наш гардероб на осень был запрос пожалуйста выполняю если у вас есть какие-то еще запросики то обязательно пишите в комментариях а я вам немножко покажу вот такой костюмчик у ксюши он идет со штанишками он прям вот на холодную осень очень теплый хорошенький я думаю что сейчас у нас всего 79 градусов тепла на улице я думаю в садике будет самое то потому что они будут и гулять он еще остался с того года в том году он и был чуть-чуть большеват в этом году думаю самое то она у меня не ошибка быстро растет в принципе у нее быстро растет нога поэтому вот такой костюмчик мы покупали в эконом магазине в принципе он хороший хорошо прошит никаких нареканий нету ткань очень непродуваемая такая знаете наподобие как горнолыжки да только вот осенний вариант такой также есть на более теплую погоду у нас вот такая вот такая курточка но она совсем тоненькая да знаете вот когда солнышко тепло сухо вот это такой вариант на бабье лето она тоже у нас второй год мы раза два года на где-то меняем гардероб у дашеньки с прошлого года остался такая курточка тоже но она тоже на более легкую такую погоду он теплую а это уже более такая утепленная курточка тоже на осень и вниз еще я все равно ее прошу надевать какую-нибудь теплую кофточку на пуговках чтобы точно не продуло у меня из гардероба вот такая курточка тоже на снегопоне и вот такое пальто но если я надеваю пальто она идет у меня не классического стиля классические тире спортивный стиль я надеваю спортивный костюм и теплую флисовую толстовку и капюшон сюда убираю и в принципе мне тепло вот я вчера в ней ходила я вчера в ней ходила было в принципе тепло еще но и курточку также я буду носить с толстовкой под низ и футболка потому что я очень мерзлячая у меня мало подкожного жира поэтому я зимой и осенью очень мерзну поэтому я утепляюсь конечно еще у меня есть забыла достать сейчас я достану и покажу вам есть вот такое пальто ну пальто конечно надо с ботиночками носить у меня есть принципе ботиночки но я так как очень мерзлячая всегда толстовки наш утепленные да здесь не наденешь на классическое пальто толстовку то это конечно для поездок в машине больше чтобы не мерзнуть потому что я мерзлячка я мерзну вот такое пальто у меня с такими кармашками но очень удобно и красиво и такой прям классическая под юбочку под брючки куда-то очень хорошо смотрится и сейчас покажу вам что у нас из обуви есть на осень ну что на осень у нас у дашеньки осенние сапожки резиновые сапожки и ботиночки это в зависимости от погоды если мокро конечно мы в резиновых ходим если сухо и тепло то в таких ботиночках это более теплый вариант у ксюшеньки пока что утепленный вариант если сухое тепло находит в кроссовках но если конечно уже погода дождливая то мы ходим в резиновых сапожках что касательно меня у меня обуви больше всех но здесь у меня ботиночки они такие знаете на сухую теплую осень эти более теплые но они здесь вот у меня прогнулись мы попали в каре года два назад в принципе они здесь носики хорошие единственное что вот здесь прогиб есть не очень не увидимо удачно как-то сделаны что ли ксюша у меня там песенки поет эти ботиночки знать у меня такая история с ними они в идеальном состоянии смотрите носики идеальные каблучки идеальные знаете сколько им лет я их покупала на распродаже в каком-то очень дешевом магазине еще даже не было таких магазинов как семья был какой-то прям совсем дешевенький магазинчик я их покупала меньше чем 1000 рублей и они мне служат уже лет восемь очень удобный мне нравится что здесь толстый каблук и они совсем нигде не поцарапанный я их ношу с пальто мне очень нравится особенно если в машине куда-то выезжать в магазин допустим чтобы где-то не недолго ходить очень красиво смотрится и самое то и на сухую еще весну ну правда не уже старенькими кроссовочки здесь потерты но я хуже до нашего последний сезон все ему же два года вот доношу если будет вдруг бабе лето где-то спортивный костюм эти кроссовочки на сухую осень у меня еще есть вот такие новые кроссовочки но они прям ну как бы тоненький до что здесь все продувается сейчас в погоду плюс 7 градусов не на денег уже прохладно довольно поэтому буду ботиночки вот эти надевать под спортивный костюм и все принципе вот такой вот у нас гардероб осенней обуви предостаточно если детки вырастают из обуви мы когда достаем обувь из кладовочек мы ее меряем смотрим что подходит что нет и потом уже решаем покупать новый или нет еще также меня спросили чем мы отапливаемся когда наступила осень еще отопление не дали отапливаемся мы кондиционером потому что кондиционер у нас как на охлаждение так и на нагрев работает вот у нас 30 градусов включено он гоняет воздух нагревает и когда квартира прогреется я его выключаю стоил он в районе 25000 мы еще отдельно платили за установку ну вот так как у нас кухонь к маленькой стенки везде как видите мешает здесь труба можно было бы конечно его полноценно сюда сдвинуть чтобы он хорошо вошел но так как у нас хрущевка здесь вообще по идее должна быть стена но стены здесь нету то получается что у нас вот этот краешек торчит ничего страшного мужу привыкли в принципе нас устраивает поэтому отапливаемся мы кондиционером ну что дорогие друзья а на этом я буду с вами сегодня прощаться если у вас есть какие-то вопросики или запросы чтобы я что-то вам показала или рассказала то обязательно пишите их в комментариях а на этом я буду с вами прощаться кто не подписан на канал обязательно подписывайтесь ставьте пальчики вверх пишите свои комментарии всем до новых встреч пока пока